Северодвинск находится на берегу Белого моря. Это один из самых молодых городов России. В 2018 году ему исполнилось всего 8 лет. А что такое 80 лет в океане времени? Капля не более. Восемь лет эта дата знаменательна не только для города, но и для всей страны. В книгах почетных посетителей музея трудового славы. В Северодвинске есть запись, сделанная рука президента Северодвинск и его предприятие «Достояние России». Государство все эти годы ставило предприятиями Северодвинска задачи уникальные, которые в сесты в сегодняшнее время пока еще трудно оценить. И корабелы их решили. На ферверах Северодвинска построены атомные подводные корабли, какие они создавали нигде в мире. Ведь мало кто знает, что Северодвинск является центром атомного судостроения. Именно здесь сходят со степелей лучшие в мире подводные лодки. Но история земли, на которой сейчас стоит Северодвинск, не менее увлекательная, чем история самого города. Проведенные археологические раскопки обнаружили здесь остатки жилищ полупоземного типа, относящаяся уж ко второму тысячелетию до нашей эры. Эта территория подвергалась грабежу стороны Боряшевских непрошенных гостей, а в 1553 году в этих местах действовал первый порт России. Северодвинск основан на том месте, где могучая Северодвина своим южным рукавом впадает в Белое море. Этот город как бы принял эстафету истории тех древних русских населений, которые возникли здесь уже в XI веке, как основная часть огромного края, сыгравшую исключительно важную роль в развитии русского государства в поморе Дмитской земли или Заволча. Первым русским людям, появившимся на европейском севере нашей страны, как полагает в XI веке, пришлось столкнуться с кочевниками и полукочевниками, принадлежавшему гонгломеру унглоуфинскими племен и занимавшему обширную территорию от берегов Матнического залива до пригора Урала. В одно из таких племен Карелы, в свое сложное движение, с запада на всток и обратно, совершаемый поднатисом других племен, в XI и XIII веке осела на некоторое время на южном побережье Белое море, занимаясь охотой и морским промыслом, рыбной ловлей. Вот звук того времени дошел до названия монастыря, сыгравший немаловажную роль в усвоении нашими предками этого края. Никол Карельский, имеющий многовековую, далеко не однозначную историю из четырех устьев Северной Двины, хорошо знакомое нам Никольское долгое время называлось Корельским. Это название встречалось на картах вплоть до XVIII века, тогда же Корельским минувался и летний берег Белого моря. Цель устремленного и плавомерного заселения северных земель русскими связана с деятельностью Новгорода Великого, который в XII-XV веках создал феодальное государство. Движение новгородцев на север обусловлено устрою экономической необходимостью. Уже к началу XV века все побережье Белого моря, в особенности южный летний берег Двинской губы, было заселено русскими поселениями в зависимости от бояр и частично от монастырей. Успехи освоения громадного северного края простыми русскими людьми были использованы узким кругом, фактически правители Новгорода, боярами, заключенные более важным в промыслах промышленных отношений земли по море и прожитившие их в свои наследственные владения. Среди новгородской знати выделялся род бояр Борецких, из среды которого неоднократно избирали посадники, правители Новгорода. Могущество этой семьи основалось на богатейших владениях по море. К началу XV века Борецкие владели сплошным пространством по всему побережью Белого моря, на запад от Венского устья, в том числе Ниноксей. Из ближайших к Северодинскому мест Борецким принадлежали земли вдоль реки Кудьмы и Малокурье, в памяти народа до сих пор живут легенды об этом влиятельном роде. Так, археологическая экспедиция из Ленинграда, побывав в 1971 году в селе Игнатинском на Двине, бывший Борок, записала со слов местных жителей предание о том, что уроженкой Боровкой была знаменитая представляется этого рода Марфа Борецкая, широко известная в русской истории литература от имени Марфы посадники. С именем Марфы Борецкой связывают и покровительство возникшему один из первых в Беломорском крае монастырю из моря Николы Крейскому. Первое летописное упоминание о монастыре относится к 1412 году и связано с печальным событием разбойничьим нападением скандинавов на Беломорские берега. Точная дата основания монастыря неизвестна, так как по ныне хранящимся актам этого отрытия не удалось из-за неоднократного покровения монастыря с его имуществом и архивными делами. Но большинство исследователей считают, что основание монастыря нужно считать 1410 год, а его основателем преподобу Ефимия. А в последнем известно только то, что он жил среди корейских детей на Летнем берегу, просвещал их, то есть обращал в христианство. Своё главное и первое название монастыря получил в честь святого Николая, пользовавшегося на севере большой популярностью, считавшегося покровителем всех мореходов, охотников и рыбаков. Ещё в начале XIX века при отправлении в море икона святого Николая помещалась на корме всех поморских снов. С самого начала своего существования монастырь имел оборонно-стратегическое значение, и нападение на него норвежцев в 1419 году не было случайным. В результате этого нападения монастырь был разорвён, оставался заброшенным вплоть до 1471 года. Восстание Николакорейского монастыря в 1471 году согласовано народному преданию и официальной церковной версии было осуществлено Марфой Борецкой. В 1471 году сыновья Марфы, Антон и Феликс были посланы матерью для осмотра обширных владений Борецких на берегу Белого моря. В конце этой поездки при подходе к Никольскому устью Сердвины братья погибли в море при обстоятельствах, о которых предание умалчивается. Но только лишь на 12-е сутки тело братьев были выброшены волнами на берег как раз в месте заброшенного монастыря. Они были погребены здесь же на гробах детей своих. Марфа повелела поставить монастырь с церковью во имя Святого Николая. Поставленная ею церковь Святого Николая действительно существовала. В известной писцовой книге Бронова Сильвана в 1622 году при писании монастыря напоминается церковь Николая Чудотворца «Деревянный верх». Что касается утонувших детей Марфы Борецкой, то некоторые помнят отдельную часовинку вблизи основного монастыря с уроженым, как оказалось в упоминальном том выше в описании над их гробницей. Это было время, когда от стен деревянного монастыря началось строительство нового промышленного города, символизирующего собой современную и иную историческую эпоху и одновременно преемственность многовекового процесса основания Беломорья русским народом. По решению Совета труда и обороны, принятому 31 января 1936 года, возводился крупнейший в Европе судостроительный завод. По заданию правительства Иван Тарасович Кириллкин прибыл на север на строительство нового промышленного гиганта на берегу Белого моря судострой и стал главным делом тысячи людей. Никола Корейский монастырь спас судострой, так называлась организация, которой была поручена градиозной задачей возведения крупнейших в стране судостроительных заводов и жилых кварталов на обширной территории промыкающих древних убителей. Она и стала первым пристанищем для нескольких сотен первостроителей, появившихся здесь в июле 1936 года. Кроме общежития, в монастыре разместились отдел кадров стройки комитет комсомола почта. Предварительно пришлось отремонтировать обитавшую кровлю храмов, изменить выступавшую в многих местах с росписями штукатурку. Это позволяет иметь некоторое представление о том состоянии запустения, в котором находилась к тому времени древняя поморская обитель. В строительстве участвовали тысячи людей, преимущества жителей Архангельской, Вологодской, Северо-Двинской и Коми областей. Входивший тогда в состав Северного края начальником судостроя и директором строящего завода был 47-летний Иван Тарасевич Кирилкин, крупный организатор советской металлургической машиностроительной промышленности. Один из лучших командиров в битве за индустриализацию страны. Его выперстывал и направил на Северо-Нарком тяжелопромышленности СССР, выдающий государственный деятель Григорий Константинович Ржаникидзе. За плечами у Кирилкина, несомненно, талантливого человека и прирожденного организатора были и работа в руднике, и служба в органах Чрезвычайной комиссии, и Красной армии, и участие в деятельности советских партийных организаций. Выдвинутый на руководящую хозяйственную работу, он блестяще проявил себя, возглавляя крупнейшие металлургические предприятия на юге страны. На Северную дверну Иван Тарасович Кирилкин приехал, ведя в строй самый большой офицер на Вокорматорский завод тяжелого машиностроения, начальником строительства, которого и директором он был. Иван Тарасович Кирилкин мечтал о красивом, благоустроенном городе кораблестроителей, где были бы созданы все удобства для жизни, и предлагал развивать город на острове Ягры, с его более благоприятнее, чем материке, природными условиями. Радовал загалифицированный труд, пропагандировал, как важно приобретать новую профессию, и создавал целую систему подготовки кадров. Был уверен в том, что новый город превратился в крупнейший центр культуры на всем побережье Беломорья и строил театр. Скорее, скорее! Вот возраст тех дней, 22 ноября 1936 года, стройка получила транспортную связь со страной. Руководству области направлено сообщение о том, что вновь построены ветки садострой и сакогорка, прошел первый поезд с грузом. К 1937 году уже была создана основная структура вспомогательных и пособных хозяйств и цехов, достаточная на первое время жил площадь. Только в декабре в районе нынешней Теплосвете за месяц было построено 12 каркасных бараков. В 1937 году поселок получил электроэнергию и воду из Архангельска. Зимой 1936 по 1937 годов началась постоянная застройка двухэтажных добротными домами, пахнущей свежей стружкой. Начало строительства это то время, когда разворачивалось Стахановское движение. И надо сказать, отношение первостроителей к труду было особым. Они понимали значение стройки, видели результаты, хотели сделать как можно больше и лучше. Очень тяжелой работой были заняты девушки. Созданные из них бригады разработчиков помогали плотникам в строительстве бараков. Приходилось поднимать тяжести, песок и глину. Недаром на памятном знаке первостроителям проставлен горельф, женщина с лопатой в руке. 1 декабря 1937 года жилой фонд поселка состоял из 193 деревянных домов, общей площадью 81256 квадратных метров. Из них 16258 бараки. Централизованное отопление обеспечило 17 котельных. Работали три бани. Баня роскошная по тем временам, а главное долгожданное сооружение общими залами и душевыми. Прачечная. День строя 4 школы. Детсад, ясли, поликлиника и больница. Из предприятий торговли общество питания были сданы в эксплуатацию 12 столовых, 3 хлебопекарни, 6 производственных магазинов. Весной 1937 года строители приступили к возведению промышленных объектов. Директивный срок закладки первого корабля, а им должен был стать линкор, правительство определило 1937 годом. Первую же очередь завод требовалось ввести уже в 1939 году. Даже при нынешнем уровне технологии, нужно представить себе, что за такое время на пустом месте в условии сурового стасивного климата может сдать мощное судостроительное производство, способное строить такие корабли как линкор. Однако, судострой предлагал все условия, чтобы выполнить эту труднейшую задачу. Тем не менее, заданные сроки не выдерживались. К концу 1938 года отставание составляло 5-6 месяцев. Причин того было много. Лучшего оставляли желать бытовые условия рабочих. Качество постоянного жилья в временном поселке было низким. В дело шел, как правило, сырой лес. В 1938 по 1953 годах существовал Ягринский исправительный трудовой лагерь. Первоначально он размещался на острове Ягры, что дало ему название. Затем появилось отдельное в других частях современного города. Лагерные пункты имелись в ближайших деревнях. В разное время в лагере содержалось от 5 до 31 тысяч человек, по некоторым данным до 50 тысяч. При этом только за 1940-е, 1945 годы в лагере умерло более 9 тысяч человек. Заключенные строили заводы, порт, жилые дома и дороги, валили лес, добывали песок для строительства города на блочке своей местности. А весной 1938 года на судострои появились люди с серых шинелях с кувырями и шпалами на петлицах. Только очень осведомленные люди знали, что означало подготовку к организации лагеря. Для привлечения дополнительной рабочей силы на промышленную площадку. Началось устройство лагеря на материке на острове Ягры. Привали их обитатели и заключенные. С 1 августа 1938 года стройка полностью перешла к введению НКВД Народной комиссии внутренних дел. 11 августа 1938 года рабочий поселок Арх судостроя. Указом Президиума Верхнего Совета Российская Советская Федеративная Социальная Республика был преобразован город Молотовск. По состоянию 11 августа 1938 года население Молотовска превышает 23 тысячи человек. 25 мая 1939 года начал производственный день ремонта механический завод, предназначенный для ремонта строительных машин, изготовления металлоконструкции, чугунного литья, будущий Северодинский завод дорожных машин. Народный комиссар ВМФ СССР адмирал Николай Герасимович Кузнецов своим приказом Номер 00186 от 20 июля 1940 года поручил военному совету Северу флота оформить 15 августа 1940 года военно-морскую базу в городе Молотовске. Окончательная Беломорская военно-морская база сформирована в декабре 1940 года приказом командующего Северфлота номером 0528 от 29 декабря 1940 года. Этот день считается днем формирования Беломорской военно-морской базы. С начала войны 1941 года новое судостроение на заводе практически прекратилось. Завод переключился на выпуск продукции, совершенно не свойственно его профилю, но крайне необходимой фронту и флоту корпусных снарядов, фугасных бомб, солдатских котелков, авиацистерн, мостовых железнодорожных конструкций, понтонов, морских траллов всех видов, а также артиллерийских кораблиных башен. К строительству кораблей удалось возвратиться только в середине 1943 года. А вот судоремонтом на заводе, причем больших объемов, занимались все четыре года войны. По сути, предприятие превратилось в судоремонтную базу транспортного, ледокольного и военного флота на Севере. В годы войны пришлось ускорять строительство основных цехов. Кроме того, по специальному указанию, правительство осуществляли строительство набережных, причалов и складских емкостей для приема грузов, пароходов союзных держав. В ту пору основной рабочей силой стали заключенные Ягрин Лага. Всего за годы войны ушли на фронт 14,5 тысяч жителей, из которых 3,5 тысячи не вернулись. В юнги сена флота ушел школьник Валентин Пиквель, проразивший нас своей яркой необыкновенной судьбой, околдованный своими книгами. В военные годы город Молотовск совместно с Архангельском и Мурманском являются один из главных фортов, принимавших грузы странсоюзников по Ленд-Лизу. История северных конвоев долгие годы связались лишь с Мурманском и Архангельском. Молотовск при этом оставался как бы в тени. О городе, в СССР, в силу характерной деятельности основных промышленных предприятий, старались вспоминать как можно реже. А между тем, Молотовский порт нес большую тяжесть тех военно-транспортных операций. Первая военная зима выдалась суровой, и навигация началась очень тяжело. Подготовка и обустройство причалов в Молотовске шли спешным порядком. В Молотовске появился председатель Государственного комитета обороны. Панин Иван Дмитриевич срочно возведенный к этому времени ранг контр-адмирала. В декабре Архангельск прибыли председатели военно-морских сил США, чтобы организовать на местах приема грузов постоянные американские миссии. В Молотовске отдельные миссии разместились по адресу улица Парковая, 13, возглавив его работу помощник Адше Филипп Орчел. 23 декабря 1941 года Вильниельный ледокол Иосиф Сталин за большим трудом провел в Молотовск транспортном конвое ПК-6. Конвой ПК-6 оказался последним союзным конвоем, пробившийся через льды причалом Архангельска и Мурманска в 1941 году. В первый день лета 1941 года в Молотовск пришли два транспорта ПК-6. Они доставили танки, самолеты, взрывчатку, бензин, продовольствие. Молотовск, как Архангельск, принял уцелевшие остатки разгромленного конвоя ПК-17. К сожалению, сегодня мы пока не можем причислить все судна ПК-17, ставшие на его рейде к причалам. Тяжелейшие впоследствии трагедии ПК-17 известны. К 1942 по 1943 годов положение на северных направлениях резко ухудшилось. Противник стремился перерезать Кировскую железнодорогу. Сухопутная связь с Мурмском тогда бы прервалась. Окачание войны открыло возможности для достройки завода-гиганта, строительства города, привлечения и закрепления кадров, коренного улучшения снабжения, быта и культурного обслуживания населения, состоявшего на три четверти или более из работников резвязи и их семей. За четыре полевых года были построены тысяча квадратных метров производственной базы. Вот эксплуатацию таких сооружений, как закрытый цех, элинг и наливной бассейн, позволили впервые в СССР осуществить поточно позитивную постройку крупных кораблей. 9 июля 1946 году Советом Министром СССР принято постановление о строительстве на острове Ягра Судостроительного завода номером 893, сейчас Государственное машиностроительное предприятие «Звездочка». Он возведен в зоне действующего завода номер 402, что значительно сократило сроки строительства и объем капиталовложений. В 1947 году начались первые строительные работы. После качания войны в связи с новыми задачами, поставленными перед заводом 402 кораблестроительной программой, было решено достроить только одну подводную лодку из пяти, доставленную из Горького отдельными секциями. И 14 августа 1947 года подписан приемный акт, утвержденный Главкома военно-морских сил. Подводная лодка М-214 постройке завода номер 402 вступила в состав Советского флота. Именно дату 14 августа 1947 года следует считать за исходную точку строительства подводных лодок на Северном машиностроительном предприятии. Вот о таком малютке начался путь Севмаша к созданию военно-морского флота, достойной великой державы. 24 сентября 1955 года на заводе Севмаш произошло событие, обозначавшее громадную веху в развитии учрежденного флота и судостроения. На стопеле цеха 42 в обстановке строгой секретности состоялась торжественная церемония в закладке 1-го СССР подводной лодки. Атомной энергической установки проект 627 заказ 254. В 1951 году заместителем председателя гороскополкома по городскому хозяйству был назначен Николай Павлович Соснин, и он выбрал главным направлением озеленения города. Городской совет принял трехлетний план благоустройства. Николай Павлович даже на стихии предложил все содержимое программы. Асфальтом улицы покроем, дома вагонкой обошвем, оградки новые построим, бараки старые снесем. 22 апреля 1952 года состоялась третья кинотеатра «Родина» в первом в Архангельской области, построенном по типовому проекту. В этом же году был сдан в эксплуатацию хлебозавод номер один, действующий и в наши дни. 12 сентября 1957 года указом Президиума Верховного Госсовета Российская Советская Федеральная Социалистическая Республика Молотовск переименован в Северодвинск. В октябре 1958 года состоялась торжественная закладка Дворца культуры имени Ленинского Ковсумола. Фундамент здания – замурованная бутылка с запиской, в которой сообщается, что дворец культуры заложен в день 40-летия. Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи. За 1958 год горожане получили более 30 тысяч квадратных метров жилой площади. Столько жилья в городе никогда не строилось. Зафиксировано около 100 тысяч квадратных метров дорог. В постановлении Совета Министров СССР номер 1216-526-29 октября 1959 года на заводе «Звездочка» возложен ремонт-модерализация атомных подводных лодок. Спустя год завод отнесен к числу важнейших строек страны. Остров Ягры превращается в большую строительную площадку. Работы, на которых ведутся с небывалым прежде размахом. Быстрыми темпами возводятся корпуса производственных зданий. Жилые дома – объекты социального бытового назначения. Прокладываются энергокоммуникации. А в 1962 году к заводскому причалу пришли первые атомные подводные лодки. В 1959 году с конвейера Северодвинского завода дорожных машин сошли первые 12 снегочистителей. 2 января 1951 года подписан акт о ликвидации лагерей в Северодвинске. По неофициальным данным, в 40-е годы численность заключенных доходила до 80 тысяч человек. Затем держалась на уровне до 50 тысяч. В 1965 году открылся универмаг «Радуга». Советом министров СССР принято постановление о создании в городе Севмаштуза. А 29 июля открылся кинотеатр «Прибой», построенный на месте отслуживших совек жилых бараков. На первом сеансе демонстрировался фильм «Ракеты не должны взлетать». 5 ноября 1967 года подписан акт о правительной комиссии о приемах построенных корабелами. ПО «Севмаш» по проекту 6067А «Головной АПЛ второго поколения». КС-137 открыт в счет самой крупной мировой практики серии кораблей, определивших достижения военно-стратегического приоритета в США в области ракетных вооружений. 31 декабря 1969 года подписан акт о приеме военно-морского флота, построенного по Севмашу. Уникальный АПЛ-661 проекта «Первый в мире с титановым корпусом». Установленный этой подлодкой мировой рекорд скорости хода под водой. 44,7 узла не произойден до наших дней. Северодвинцы дали ей неофициальное название «Золотая рыбка». Строительство набирало темпы, расширялись границы Северодвинска. Воздвигались новые предприятия, новые грандиозные объекты на Севмашу. А жилье, школы, больницы в среднем 70-е годы сдавалось в эксплуатацию до 100 тысяч квадратных метров. Горожане ежегодно получали бесплатно до 3000 квартир. Жизнь решительно потребовала перехода на индустриальные методы строительства. Создавалась промышленная база стройки, совершенствовались методы управления. В 80-х годах продолжается строительство школ, в том числе и на яграх, больниц, открытии музеев, магазинов. В 1984 году Северодвинский театр драмы принял первых зрителей. Открывается профессиональное училище, возводится в памятнике павших годы Великой Отечественной войны. Открылся Творец культуры строителей. В 1989 году решение Архангельского облиполкома урочища Куртяева. В лес Северодвинска объявлено государственным природным историческим памятником. В этом же году в Северодвинске создано отделение Поморского международного педагогического университета. Заводом ПО «Севмаш» дано военно-морской флот, 4 подвороводки, в том числе АПЛ «Комсомолец». Население Северодвинска продолжает увеличиваться. В 1987 году в городе проживает 247,6 тысяч человек. За 1990 год Северодвинск обеспечен ввод 106 тысяч квадратных метров жигея. 21 февраля 1991 года решением Архангельского облиполкома Северодвинск объявлен городом, открытым для въезда граждан в СССР. В этом же году открылась гостиница Никольский посад, стены которой осветил отец Аркадий. 28 апреля 1992 года президент России Борис Николаевич Ельцин посетил Северодвинск и ПО «Севмаш». А 8 ноября он подписал указ о создании Государственного российского центра атомного судостроения на базе оборудованных предприятий города Северодвинска. В 1996 году указом Бориса Николаевича Ельцина закреплена приоритетная роль Государственный российский центр атомного судостроения в развитии машиностроения для нефти, газодобычи на арктическом шельфе. Распоряжение правительства Российской Федерации от 16 апреля 2015 года номер 668-Р о подтверждении перечня многогородов города Северодвинска включен в категорию Многопрофильное муниципальное образование Российской Федерации «Многогорода» со стабильной социально-экономической ситуацией. В 2016 году получил статус города трудовой доблести и славы. Редактор субтитров А.Семкин